Добро пожаловать на канал Цвет Настроения. Напомню, Ренат Ибрагимов стал народным артистом РСФСР в 30 лет. Итальянцы окрестили Ибрагимова в советском повороте. Однако следует заметить, что исполнитель советских хитов прославился не только своим баритоном, но и любовными похождениями. В свое время Ибрагимов буквально купался в славе и женском внимании. Ренат Ибрагимов был женат трижды. На сегодня он является отцом девятерых детей. Впервые он создал семью с бухгалтером Тамарой, сам еще будучи студентом консерватории. А уже спустя год после свадьбы у пары родилась дочь Надежда, а еще через несколько лет вторая дочь Вера. Второй раз Ибрагимов сочетался браком с его поклонницей Альбиной, которая к тому же была младше его на 15 лет. В этом браке у супруга родилось двое детей, сын Султан и дочь Айя. В 2009 году Ибрагимов третий раз женился на Светлане Менихановой, которая младше его почти на 40 лет. Но сегодня вместе с третьей супругой он воспитывает четверых детей. Со слов Рената, после расставания с женами он старался не терять контакт с детьми, но вот со старшей дочерью Надеждой общение не заладилось. Ибрагимов признался, что всему виной ее нестабильное психологическое состояние. Вместе с тем, Ибрагимов пока не нашел способ примириться с дочерью и винит во всем расстоянии, так как после замужества дочь живет во Франции. В свою очередь Надежда заявляет, что именно из-за отсутствия хоть каких-либо отношений с отцом, испытывает проблемы со здоровьем. Дочь Ибрагимова как-то пожаловалась, что у нее началась депрессия из-за непростых отношений с отцом. Она начала писать песни, рассчитывая, что отец поможет ей в продвижении композиции, но поддержки так и не дождалась. Вместе с тем, женщина считает, что он содержит новых детей, а тех, кому якобы обязан семь, не думает вовсе. Поэтому она требует, чтобы отец ей приобрел московскую квартиру. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Цвет настроения. И до новых встреч!